Лето повышение цены тарифов. Говорить о цифрах как никогда актуально. Особенно, что касается ЖКХ. Ситуация, сложившаяся в Орехово-Зуеве, явно не в пользу жителей. Слабая оплата за коммуналку сейчас это более 1 миллиарда долга населения. Впоследствии тысячи жителей городского округа остались без горячей воды. На собрании заверяют, что переговоры с ресурсниками ведутся, но точной даты решения проблемы не называют. О должниках. В НКС неплательщиками занимается целый отдел. Работу ведут 20 сотрудников. Проводятся рейды. По большей части изымается имущество, если оно, конечно, есть у должника. Руководитель отдела делится, что порой в квартирах взять и нечего. Другие меры – ограничение водоснабжения, крайнее переселение из квартиры в маневренное жилье. Пока такой случай один в городском округе. В городе продолжает работать газовая служба. Оборудование в квартирах проверяют периодично, но возникла ситуация с мошенниками. Отличить газовщиков можно по специальной форме. Также специалисты имеют удостоверение. О своем приходе жители уведомляют объявлением на подъездах. С 1 июля повышение тарифов на коммунальные услуги. Измененные суммы жители увидят во всех строчках квитанции. Самое большое повышение цен за услуги холодного водоснабжения – более 50% и горячего – более 10%. Орехово-Зуевцам с невысоким заработком будут продолжать предоставлять субсидии. Семья может претендовать на получение субсидий в случае, если расход на оплату жилого помещения коммунальных услуг превышает 22% совокупного семейного дохода. В 2017 году в прошедшем субсидии были предоставлены 2744 семьям. Подать заявку на получение субсидий жители могут в МФЦ или через портал госуслуги. Консультации по порядку оформления документов предоставляет специальный отдел по адресу улица Красноармейская, дом 1.